В данном видео я расскажу, что нового в новой версии Tesla Scada 2 версии 52. Основное, что мы добавим в новую версию, это возможность работать с нашим облаком Tesla Cloud. Для начала необходимо создать аккаунт в нашем облаке. Зайдите наш сайт и перейдите по ссылке Клауд или Облако в русской версии или по URL CloudTeslaScada.com Давайте создадим нового пользователя. Введем логин, user1, email, пароль. Первый этот относится к модератору, подтвердим его. Второй пароль относится к простому пользователю. Я уже создать до контакта не буду, создавать, а сразу залогинить. Вводим нашего пользователя и пароль, сначала пароль модератора, чтобы посмотреть чем отличие между модератором и простым пользователем. Модератор может изменить профиль, то есть изменить email, изменить пароль и изменить пароль пользователя. Давайте войдем как обычный пользователь. Обычный пользователь не может это сделать. Теперь настроим в Tesla Scada ID наше облако. Для этого в свойствах проекта откроем вкладку облако и введем наше имя, которое мы создали, и пароль. Пароль будем вводить любой, можно как и модератора, так и пользователя. Теперь в проекте создадим теги. Предварительно создадим MadBus сервер, с которым мы будем брать данные и публиковать их в облаке. К MadBus сервер привяжем теги. Теги, если мы хотим, все теги будут публиковаться на нашем облаке, но если мы хотим, чтобы они отобразились в браузере в виде карточек, необходимо в настройках тегов включить облако. И настроить карточку тега. Выбрать тип из существующего перечня. Это может быть прогресс, потом value, кнопка и так далее. Потом заполнить unit, то есть отображаемого значения единицы измерения. Выбрать изображение. Изображение можно выбрать из существующего списка, или на сайте, который будет указан внизу в ссылке, выбрать иконку и данный лейбл, то есть данную надпись, которая соответствует иконке. И его можно вписать на наших настройках тега. Потом описание и ввести в группу, то есть это будет полезно в больших проектах, где необходимо как-то сгруппировать некоторые теги. Можно их по разному принципу группировать, можно в данном случае я уже создал какие-то группы, в начальном, в нулевом проекте данных групп не будет, вам их придется создавать самому, придумывать. Ввести минимальное, максимальное значение и ввести цвет. Цвет. Бэкграунды, то есть заднего фона и цвет переднего фона, в зависимости от значения тега. Данный цвет будет изменяться. Давайте запустим наш проект. Для этого необходимо, чтобы порты 7000 и 7001 должны быть открыты в этом проекте. И подсоединимся к нашему MadBus эмулятору. Попробуем изменить значение. Смотрим, данные значения в MadBus эмуляторе изменилось. Давайте. Ну, по настройкам нашего проекта я создал скрипт, который будет изменять значение тегов, приближаясь к настроенным значениям. То есть, если мы настроили set pressure какое значение, само давление будет к нему стремиться. То же самое с температурой. Мы настроили температуру 24. Теперь давайте посмотрим все это в браузере. В браузере все наши теги отобразились в виде карточек. Мы можем изменять значение в этом же браузере. Как видим, данное значение изменилось как в нашем паблишере, то есть в проекте, который берет значение с MadBus сервера и печатает его на облаке, так и в MadBus эмуляторе. Вы можете посмотреть внизу. Как видим, значение light тоже изменилось при нажатии на кнопку на браузере, так же изменилось и здесь, когда мы обратно отжали его в нашем проекте. Мы можем сортировать значения. Так, надо перезагрузить сначала, потому что не подгрузились группы. И в зависимости от тех групп, которые мы настраивали в табличке Cloud, облако. Можем сортировать отображение наших карточек в зависимости от желания. Так же можем представить в виде таблицы. И экспортировать в CSV файл наши значения тегов. И потом открыть в любом приложении, которое поддерживает CSV. Так же можно посмотреть исторические данные для некоторых тегов, которых мы включили в сохранение истории. Выбираем дату, период, за которым мы хотим смотреть историю. Можем увеличить окно. Можем его свернуть обратно. Так же можем посмотреть события, привязанные к этому тегу. Тоже если мы настроили их в проекте. Также на базе нашего проекта, который печатает данные в облаке, мы можем создать клиента. Для этого необходимо зайти в свойства проекта, открыть нашу вкладку облака и создать клиент, облачного клиента. Нажать кнопку создать облачного клиента. Выбираем файл и сохраняем save. И мы можем создать тренды и таблицу событий, которые будут брать данные не из баз данных, а из нашего облака. Для этого необходимо назвать да или yes в английской версии. Теперь давайте откроем наш проект в ID и посмотрим в чем отличие. То есть в данном проекте создается вместо MadBus сервера наш облачный сервер, который берет в наше облако с нашими данными аккаунта, то есть юзер один и пароль. А также в теге они уже берут данные не из MadBus сервера, а из нашего облака. Давайте откроем наш проект на другом ПК. Tesla Scans 2 Runtime, который на данном ПК, откроем наш клиентский проект и запустим его. То есть в данном случае наш клиент подкроется к облаку как клиент, а не как паблишер, не как издатель. Смотрим. На другом персональном компьютере мы запустили издатели, которые публикуют данные в облаке, а здесь мы клиента. То есть мы можем изменять данные. Они меняются как на клиенте, так и на издателе. И также можно эти же данные посмотреть при помощи браузера. То есть мы, допустим, изменили температуру на 20, она также поменялась в нашем облаке на 20. То же самое можно использовать Tesla Scans 2 Runtime под Android. То есть мы загружаем нашего клиента на Android и подсоединяемся к нашему облаку. Как видим, данные мы можем изменять, то есть можем включать-выключать свет, light, изменять настройки, температуры. То есть было 20, мы набираем 35, теперь в облаке будет отображаться 35. Все. К сожалению, iOS-версия пока не существует, мы не добавили такую возможность. Но, в принципе, на iOS-телефонах и на iOS-планшетах можно посмотреть при помощи браузера те же самые данные. Что еще добавили в новую версию? В новую версию мы добавили возможность работать с Microsoft и CSS. Подробнее, как это настраивать, можно посмотреть в нашем руководстве пользователя. Кому надо. А также добавили возможность использовать для каждого тега в базе данных истории отдельную таблицу. Это может быть полезно для больших проектов, где очень большой объем исторической информации, чтобы данные выводились быстрее, то есть они быстрее будут обрабатываться. Все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите на электронную почту или в нашем форуме. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.